Сначала на татарском языке, потом на русском. Именно так в минувшие выходные обращались к зрителям со сцены Видновской детской школы искусств. Большим праздничным концертом открылась в Ленинском районе татарская национально-культурная автономия. Как прошел праздник, расскажет Татьяна Кременецкая. Народная артистка России и Республики Татарстан Найлеа Фатехова распевается за кулисами сцены Дыши Видного. Говорит, татарская песня совершенно особенная, отличимая от любых других народных. Есть такое понятие у татар в пене «монг». Оно неприводимое. «Монг» – это и душа, и тремоло, и какие-то красивые переливания. Вот это все, мне кажется, присутствует только в татарской песне. Все участники большого концерта, гости московские, приехали в Ленинский район по случаю открытия местной татарской автономии. День называют не иначе, как праздник. И культуру своих корней несут не только в песни и танцы. Различить татар на мероприятие проще простого. Ведущая Асимбель Белалова рассказывает о платье в характерных национальных мотивах. Конечно же, в древности татарские женщины не носили платье в обтяжку. И мы все равно стараемся, чтобы это все-таки были длинные платья. Это в первую очередь цветочные орнаменты. Они, конечно же, в большей степени обычно вышиваются. А сегодня вот это в виде кружева нам не присутствует. И, конечно, калфак – древний женский татарский головной убор. И издревле же, с 16 века, татары в составе московского государства. Их культура кажется знакома с детства любому русскому, вот хотя бы главе администрации нашего района. Как будто бы я впал в детство. Потому что моей первой няней была татарочка. Я жил тогда на Урале. И вот эти звуки татарского языка, они все-таки мне дороги, близки. Вторая по численности нации после русских теперь со своей автономией. И в Ленинском районе сами татары подчеркивают, что некая соборность присуща их характеру. Так случилось, что татары живут дисперсно не только на территории Российской Федерации, но и всего мира. Я многие годы занимался вот этой проблемой. А теперь, по-моему, только не было у нас татар в Антарктиде. И то факт непроверенный. Концерт был дополнен дегустацией татарских блюд и татар-маркетом. Лавочкой с сувенирной продукцией, где в абсолютном изобилии, конечно, были тюбетейки. Это мужской головной убор у меня в руках представлен. Мы видим на нем растительные орнаменты, которые присущены практически в каждом элементе татарской сувенирной продукции. Будь то одежда, либо предметы какие-то, интерьеры, либо посуда. Это богато. Расшитая тюбетейка у меня. Такую тюбетейку носит только люди уважаемые, богатые. Всем, кому татарская тюбетейка близка по национальности и духу, теперь есть куда в Ленинском районе податься. Татарскому центру уже выделено помещение по адресу ПЛК-14, где и будет базироваться местная автономия. Татьяна Кременецкая, Павел Игнатьев, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ. А в гости к нам пришел председатель местной татарской национально-культурной автономии Феликс Жамальев. Феликс, мы в сюжете намеренно не стали рассказывать все подробности об мероприятии, рассказали только о культурной части, но все-таки оно было приурочено к открытию татарской национально-культурной автономии в нашем районе. Как много татар у нас проживает? Ну, вы знаете, со времен Советского Союза и при переходе в Российскую Федерацию татары стали второй государствообразующей нацией, и поэтому достаточное количество проживает во всех районах и весях нашей Российской Федерации. И в данном районе тоже, судя по концерту, пришло большое количество народу посмотреть, поделить с нами эту радость, открытие. Поэтому достаточное количество, точных цифр пока назвать не могу. А что привнесет в жизнь района образования автономии? Ну, вы знаете, мы хотим обучать людей татарскому языку, мы хотим участвовать в социально-экономических мероприятиях района, повышать сознательность людей и жить в одном едином многонациональном государстве. Ну, увы, какие-то праздники, традиции будут? Я так думаю, что да. С Божьей помощью мы попробуем провести национальный татарский праздник Сабантуй. Я о нем говорил уже на самом открытии, потому что этот праздник по-разному называется у многих народов, и я думаю, что мы его попробуем провести. Большое спасибо, Феликс, что пришли к нам в студию. Ну, вы знаете, извините, пожалуйста, татары, они не приходят без подарков, поэтому я тоже пришел первый раз к вам и хотел бы подарить вам такие вот сувениры от нас. Спасибо большое. Татарские национальные костюмы, и поэтому, пожалуйста, я думаю, что это будет достойными экспонатами ваш музей. Спасибо большое, очень приятно. А я напоминаю, в нашей студии был Феликс Жамалиев, председатель местной татарской национально-культурной автономии. Спасибо.